Слава тебе, Господь наш! Бог за нас сражается, на нашей стороне Все преодолел, Он все преодолел В Нем не поколеблюсь, а будем мы твердых Иисус за нас За нас сегодня Сам Господь Бог за нас сражается, на нашей стороне Все преодолел, Он все преодолел В Нем не поколеблюсь, а будем мы твердых Иисус за нас В Нем переносим трудность и стыд наш на кресте Все преодолел, Он все преодолел В Нем не поколеблюсь, а будем мы твердых Иисус за нас Скажи сейчас Я буду жить, я не умру И буду воздавать хвалу В Нем не поколеблюсь, а будем мы твердых Иисус за нас Я буду жить, я не умру И буду воздавать хвалу Христос во мне свободен днем В имени Его Я не умру И буду воздавать хвалу Христос во мне свободен днем В имени Его Христос во мне свободен днем Всей жизни Аллилуйя Бог за нас сражается Отвращает тьму Светом Его царства Все враги бегут В имени Иисуса Все преодолеем И мы взываем всех Все к Нему Бог за нас сражается Отвращает тьму Светом Его царства Все враги бегут В имени Иисуса Все преодолеем И мы взываем всех Все к Нему Я буду жить, я не умру И буду воздавать хвалу Христос во мне свободен днем В имени Его Я буду жить, я не умру И буду воздавать хвалу Христос во мне свободен днем В имени Его В имени Его Аллилуйя Слава тебе Бог Сегодня ангелы ликуют Христос воскрес Христос сегодня является Центром вселенной Центром жизни Аллилуйя Сегодня радость на небесах О Господь прославься Еще больше Слава тебе В радости пред тобой ангелы поют Царю Царю небес Славу воздают Ты будь превознесен Мы поем Бог превыше всех имен Как ты велик Достоин славы всей Я танцую пред тобой В присутствии твоем Даже если все замолчат Буду я кричать Поем тебе хвалу мы Бог ты святой Святой Господь превознесенный В своей славе Славе Поем тебе хвалу мы Бог ты святой Святой Господь превознесенный В своей славе Аллилуйя В собой Дост sentir В своей славе В себе Без смолчат Превознесенный Все В своей славе Бог, ты выше всех имен, Как ты велик, достоин всей хвалы. Я танцую пред тобой, Присутствие твоем, Даже если ты замолчать, Буду я кричать. Я танцую пред тобой, Присутствие твоем, Даже если все замолчат, Буду я кричать. В твоем тебе хвалу мы, Бог и святой, Святой. Господь превознесенный В своей славе, славе. В твоем тебе хвалу мы, Бог и святой, Святой. Господь превознесенный В своей славе. Господь превознесенный В своей славе. Я танцую пред тобой В присутствии твоём Даже если все замолчат Буду я кричать Я танцую пред тобой В присутствии твоём Даже если все замолчат Буду я кричать Поём тебе хвалу мы Бог ты святой, святой Господь превознесённый В своей славе, славе Поём тебе хвалу мы Бог ты святой, святой Господь превознесённый В своей славе В своей славе Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Слава, слава тебе! Бог излил любовь на всех нас Он даровал прощенье Его имени спасенье Радость исцеленье Ты Бог создатель мира Князь, ты первый и последний Я буду петь, буду кричать О милости О милости, о милости Твоей Вечно буду славить Иисус! Ты открыл нам Перед небеса Воспою Тебя Иисус! Аллилуйя! 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 Слава тебе! Добавь боже Бой! Бог излил любовь на всех нас Он даровал прощенье Его имени спасенье Радость исцеленье Ты Бог создатель мира boot Ты первый и последний Я буду петь, буду кричать О милости, о милости Твоей Вечно буду славить лишь Тебя Ты открыл нам двери в небеса Воспою Тебя, ведь Ты святой Аллилуйя Вечно буду славить лишь Тебя Ты открыл нам двери в небеса Воспою Тебя, ведь Ты святой Аллилуйя! Народ Божий, славь Его! Аллилуйя! 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 Ты святой! Аллилуйя! 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 Ты святой! Аллилуйя! 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 Ты святой! Аллилуйя! 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 Ты святой! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери в небеса, Возбою Тебя, ведь Ты святой! Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери в небеса, Возбою Тебя, ведь Ты святой! Аллилуйя! Раз, два, три, семь! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери в небеса, Возбою Тебя, ведь Ты святой! Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери в небеса, Позваю тебя, ведь ты святой Аллилуйя, доказал, вечно буду славить Еще, еще, еще Вечно буду славить, аж тебя Открылся, вечно Буду славить тебя, вечно буду славить лишь тебя Ты открыл нам двери в небеса Позваю тебя, ведь ты святой Аллилуйя, вечно буду славить лишь тебя Ты открыл нам двери в небеса Позваю тебя, ведь ты святой Аллилуйя, вы готовы его славить? Вечно буду славить лишь тебя Ты открыл нам двери в небеса Возьмаю тебя, ведь ты святой Аллилуйя Вечно буду славить лишь тебя Ты открыл нам двери в небеса Возьмаю тебя, ведь ты святой Аллилуйя Аллилуйя! Слава тебе, Бог наш! То тебе все равно надо поездить, то есть тебе надо уметь рулить, то есть тебе просто не буду задалбывать, в общем, не буду валить. И знаете, когда я сдавала, я ехала, и мне казалось, что мне как будто кто-то заплатил. Потому что мы ездили по тому маршруту, который я знала просто отлично, он вообще... Я выполнила абсолютно все, без ошибок, все было хорошо, но реально, мне казалось, меня проплатили. И почему? Потому что в этом была нужда. И знаете, к чему меня привели мысли о слове, то, что я сегодня буду говорить? Я так подумала и поняла, что нужда, в принципе, это двигатель процесса, всего вообще. Это такой двигатель, особенно отношений твоих, вот ваших с Богом, потому что вот если посмотреть, то все нужды, они нас побуждают к действию. Все нужды, когда они нас появляются, они нас побуждают не только к действию, но самое главное, они нас побуждают к жертве, какой бы она ни была. Это жертва времени, финансовая жертва, мы с вами очень хорошо с ней знакомы. И в данном случае здесь у меня, получается, было все это. Была молитва, была жертва, и это было не потому, что я хотела купить у Бога что-то, а было огромное побуждение. И знаете, слава Богу за то, что все так вышло. Я реально увидела в этом просто чудо какое-то, чудо расчудесное. Спасибо тебе большое. Вот, и знаете, хотелось бы вам поделиться вот слово. Так, Евреям, 4 глава, 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Знаете, я думала, найду в русском переводе, ну более понятный, знаете, тот момент, когда в русском переводе все намного сложнее, чем в том. И здесь в русском написано, имея такого первосвященника, мы вольны приблизиться к благодатному престолу Бога, чтобы получить благодать и обрести милосердие, которые помогут нам во время испытаний. Знаете, нужда — это не всегда что-то, что мы хотим. Обычно это какое-то испытание, в котором мы имеем нужду выйти из этого состояния, из этой ситуации. И хочу вас побудить сегодня просто, какая бы нужда у вас ни была, когда она у вас появится, не останавливаться, а начинать срочно действовать. И в данном случае молиться. Потому что вся Библия написана, что когда к кому-либо приходила нужда, сразу за этим шла какая-то жертва. Жертва времени в данном случае, жертва молитвы. Была финансовая жертва, у Давида очень часто это было, у Авраама. И вот особенно у женщины, которая, Анна, да, по-моему, хотела ребёнка. И она хотела очень. И она принесла обед. То есть это была жертва. Ей была жертва пойти в храм и молиться. И всегда после нужды идёт же какая-то либо жертва. И мы также ещё, Рита, она говорила, что у неё было откровение, что когда мы просим Бога долготерпения, Он нам посылает обстоятельства какие-то, которые у нас будут испытывать долготерпение. Когда мы хотим любовь, Бог посылает нам людей, которые будут испытывать нашу любовь к людям, которые её не заслуживают. И здесь, знаете, я тоже увидела, что когда мы имеем нужду в чём-то, нам надо будет жертвовать своим эгоизмом. Нам надо будет жертвовать своим нетерпением, чтобы получить долготерпение. Нам надо будет жертвовать своей нелюбовью, чтобы получить любовь к какому-то человеку. Нам надо будет жертвовать чем-то негативным, если мы хотим что-то позитивное. Поэтому, знаете, и Бог Иисус отдал нам Иисуса, который знает все наши нужды, который прошёл всё и не согрешил. И здесь в этом слове говорится, что мы можем с дерзновением приходить к тому, кто всё прошёл, нас прекрасно понимает, и Он даст нам силы. Поэтому я вас сегодня мотивирую и говорю, что просто молитесь, жертвуйте Богу, потому что жертва и нужды — это очень взаимосвязано. Поэтому давайте поднимемся на наши ноги. И будем просто с дерзновением приходить к благодати через жертву Иисуса. И просто, что наши нужды, которые здесь написаны, спасение родных, они будут исполнены. Просто в это верить, потому что у нас есть наш Иисус, у нас есть наш Бог. Господь, мы приходим Тебе в этой молитве. Мы поклоняемся, Господь, Тебе. Мы поклоняемся своим временем, Господь мой. Мы жертвуем, Господь, Тебе своё время. Мы жертвуем, Господь, Тебе своей жизни. Господь, дай нам, Отец мой, силы, благодати, Господь, чтобы приносить свои тела, Господь, жертву, Господь, живую. Во имя Иисуса Христа мы молим, Господь, о тех нуждах, которые здесь записаны. Мы молим, Господь, за нужду каждого человека, который здесь находится. Господь, мы молим, покрой, Отец мой, защити. Мы молим, ответь. Господь, молим, чтобы Твой ответ пришёл в каждое сердце, чтобы Твое слово, Господь, оно пришло в каждое сердце, Господь мой. Мы благодарим Тебя, Господь, за те испытания, которые Ты даёшь. Мы благодарим, Господь, Тебя за те нужды, которые Ты даёшь, в которых мы можем приблизиться к Тебе, Господь, в которых мы можем углубиться, Господь, и увидеть Тебя, Господь, тем самым, Господь, получив отношения с Тобой. Отец, мы благодарим Тебя за всё, что Ты нам дал. Мы благодарим Тебя за всё, что Ты не дал, Господь. Мы благодарим Тебя за все, потому что мы понимаем, что в этом есть Твоя воля. Она благая, угодная и совершенная для каждого здесь. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за все нужные. Отец, мы верим, Господь, что они исполнены, Господь. Мы верим Твоему Слову, которое говорит, что верен, обещавший Господь. И мы, Господь, стоим на слове, Господь, которое говорит, что спасешься Ты и весь дом Твой, Господь. и мы верим и утверждаем, что наши родные, Господь, в нашем доме, они будут спасены во имя Иисуса Христа, Господь мой. Мы благодарим Тебя за те чудеса, за те свидетельства, которые Ты являешь в нашей жизни. Мы молим, Господь, продолжай. Господь, мы ожидаем Тебя в это время. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, Господь, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус Спаситель Ты один, достоин принять всю хвалу, Лишь Тебе на небе ангелы поют. Прославлен будь, прославлен будь, Иисус. Господь, Ты тот, кто спас нас, Проведенный полон любви. Господь, Ты жизнь отдам в каждой своей капле крови. Иисус Спаситель наш, Бог наш и Царь. Ты один, достоин принять всю хвалу, Лишь Тебе на небе ангелы поют. Прославлен будь, прославлен будь, Иисус. Ты один, достоин принять всю хвалу, Лишь Тебе на небе ангелы поют. Прославлен будь, прославлен будь, Иисус. Аллилуйя, слава Тебе Бог, Останавливающий шторм, Дающий надежду, дающий будущность. Аллилуйя, мы поклоняемся Тебе. Сегодня в это время Ты царствуешь, Господь, Ты царствуешь, Ты царствуешь великий святой. Аллилуйя, дающий свободу, В имени Иисуса есть свобода. Есть свобода в имени, Исцеленье в имени, Есть сила в имени, Спасенье в имени, Есть жизнь в имени, Лишь только в имени, Лишь только в имени Иисуса, Иисуса. Есть свобода в имени, Исцеленье в имени, Есть сила в имени, Спасенье в имени, Есть жизнь в имени, Лишь только в имени, Лишь только в имени, Иисуса, Иисуса. Есть свобода в имени, Исцеленье в имени, Есть сила в имени, Спасенье в имени, Есть жизнь в имени, Исцеленье в имени, Есть сила в имени, Есть сила в имени, Спасенье в имени, Есть сила в имени, Есть сила в имени, Есть сила в имени, Иисуса, Иисуса. 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 Достоин принять всю хвалу, Лишь тебе, На небе ангелы поют, Прославлен будь, прославлен будь Иисус Ты один, достойный славы плод сегодня Ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Давайте все вместе скажем Ты один Ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Кто этот царь во славе Что склонится все перед? Давайте все вместе скажем Кто этот царь столь святой Проведен и не победит? Иисус Спаситель наш, Бог наш и Царь Ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Аллилуйя, святой, святой Господь, поклонились все небеса Тебе Поклонилась вся земля Тем более горы, моря Все, что сегодня в нашей жизни Поклонилось Тебе Господь, Ты сегодня останавливаешь штору Ты сегодня укращаешь путь Господь, слава Тебе Ты сегодня все держишь в своей руке Как ты славит Тебя, Аллилуйя Ты один, достоин славы Давайте все вместе будем славить Его Ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Ты один, достоин славы Ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Аллилуйя Слава Тебе, слава, слава Тебе Мы склонились перед Господом в хвале Поклонение, достоин, достоин Достоин восклицают в небесах Достоин преклоняется вся земля Все творение, аллилуйя Господь, все проблемы преклоняются Перед Твоим именем всякое колено Всякий язык Сегодня Господь исповедует Тебя Господом Бог, слава, слава, слава Тебе Перед Твоим именем преклонилась всякое колено Небесных, земных, преисподних Ты так велик, Господь, ты достоин славы Ты так велик, как не славит сегодня Того, кто начало, кто конец Кто альфа, кто омега Сегодня Господь, слава, слава, слава Тебе Аллилуйя, Аллилуйя Ты один, достоин всей хвалы Ты один, достоин принять всю хвалу Тебе, небе, ангел Давайте будем петь его О, Господь, прославься Аллилуйя Ты один, достоин всей славы, Бог Ты один, ты один, достоин принять всю хвалу Лишь Тебе на небе ангелы поют Прославлен будь, прославлен будь Иисус Аллилуйя, слава Тебе Боже, Отец, превозносим Твое святое имя, Бог наш Ты один достоин, Боже Мы благодарим Тебя, Иисус, за свободу, которую Ты подарил, Боже, Отец Благодарим Тебя, Боже, что Ты поставил наши ноги, Господи, на твердом основании, Господи, Отец, Боже, Ты наша скала, Ты наша крепость, Боже Ты камень, который отвергли строители, мы нуждаемся в Тебе, Иисус Без Тебя ничего не можем Ты наш источник, Господи, Отец мой Благодарим Тебя, Иисус Благодарим Тебя, Иисус Ты слазам и ветви, Господи Ты пастырь добрый Ты жених души нашей, Господи Ты Бог, который просвещаешь всю нашу тьму, Господи, Отец мой Благодарим Тебя, Иисус Благодарим Тебя, верный, святой, вчера и сегодня И во веки тот же Ты возносишь наш рог, как рог единорога, Боже, Господи Благодарим Тебя, что Ты делаешь нас сильными, Боже В Твоем присутствии мы поднимаем крылья, как орлы, Боже, Господи, Отец мой Ты сказал, утомляются юноши и молодые падают, но уповающие на меня не обновятся в силе Отец, мы нуждаемся, Господи, в Твоей силе, Господи, Отец мой Боже, благодарим Тебя, Иисус Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус Слава Тебе, без Тебя ничего не можем Нуждаемся, Боже, Господи, напитай нас хлебом с неба, Боже Мы благодарим Тебя, Святой Слава Тебе, Отец, Сын И Дух Святой Аминь Знаете, какие-то такие чародеи Которые что-то делают Они что-то делают Но они делают Чтобы ты не видел Эти чародеи могут быть в церкви Они могут быть в любой личине Ты их можешь не узнать Но они что-то делают Знаешь, что самое главное для колдуна? Это сила Что самое главное для верующего? Иисус говорит, не отлучайтесь от Иерусалима Пока не сойдет Дух Святой Когда сойдет Дух Святой, вы примите И будете мне свидетелями То есть Колдовство Это то, что противостоит силе Божьей И это сила Для колдуна Для него очень важна сила И эти люди, они готовы на все Как в Библии написано Слабы, пусть слабы скажут, я силен Знаете, кто в колдовство идет? Дети верующих Дети верующих Дети пасторов Знаете, что В колдовстве Очень много детей Из верующих семей Знаешь почему? Бунт Непослушание Такой же грех Что там Саулу Самуил сказал Говорит Ты не послушался Ты колдун Он говорит Непослушание Такой же грех, как колдовство Когда есть определенный конфликт Особенно в церкви Да? Ты не согласен с чем-то Ну, ты просто не согласен Ты можешь становиться Ну, тебе просто что-то не нравится Ты начинаешь бунтовать И ты становишься на территорию зла И ты становишься колдуном Почему? Потому что непослушание Такой же грех, как колдовство У тебя есть определенные Свои какие-то правила И ты втайне что-то делаешь Знаете, когда ученики Спросили Иисуса Ну, когда последнее время Когда там все закончится Когда ты придешь И что он им сказал? Давайте откроем Матфея 24 глава 4 стих Иисус сказал им в ответ Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас Ибо многие придут под именем моим И будут говорить Я Христос И многих прельстят Кто прельстит? Ну, кто-то прельстит Который очень похож на Иисуса Но не Иисус Люди Он говорил ученикам Ребята, вы можете просто Даже не отличить этого человека Которые придут под моим именем Это люди Которые могут обмануть вас И многих лжепророков Восстанут И прельстят многих Знаете, что В последнее время Активизируются лжепророки Почему? В Библии написано Во многих охладеет любовь Ну, тебе же надо услышать Что ты хорош Правильно? Надо, чтобы что-то сыграло К твоей гордости Кому ты пойдешь? Тот, кто будет говорить тебе истину Которая тебе не очень нравится Или ты пойдешь к пророку А лучше к пророчице Которая оденет на тебя чехол И будет пророчествовать тебе Обольщать тебя Смотрите Многие лжепророки Восстанут И прельстят многих И по причине умножения беззакония Во многих охладеет любовь Претерпевший же до конца спасется Претерпевший же до конца спасется В последнее время Оно очень похоже на нас Военные слухи Там написано Что не ужасайтесь Вас будут куда-то там кидать Во многих охладеет любовь Люди будут друг друга ненавидеть Но поднимется много пророков Лжепророков Они будут расти На твоем эгоизме И они будут говорить тебе лезть Для того, чтобы прести тебя Потому что ты и так слабый Знаете, в Израиле были пророки Которые говорили что-то людям Они говорили им Говорили, что все будет хорошо Никаких проблем у тебя не будет И там в Библии написано Что вы как лисицы на развалинах Это говорилось о людях Которые как бы говорили от Бога Они что-то видели Какие-то видения видели Но Иезекииль Или кто там Иеремия Бог говорит ему Из реки пророчества на пророков Прикинь, пророк же должен пророчествовать А Бог говорит Из реки пророчества на пророков И он говорит Вы как лисицы Среди развалин Вы обмазываете стену грязью И дальше там написано Что пойдет дождь И эта стена будет разрушена Кто читал об этом? Знаете, ну люди любили таких пророков Они шли к таким пророкам Чем эти пророки занимались? Они обмазывали стену грязью Стену грязью То есть Та стена, которая просто вот-вот рухнет Ее просто нужно по большому счету Снести и заново что-то построить Они просто обмазывали грязью Да, ну ты блудишь, ну блуди Я сейчас вот замажу вот так вот Все хорошо Все, никаких проблем не будет Вот такие были пророки Иеремия говорит Эта стена, которую вы просто мажете грязью Она не устоит Когда придет проблема Когда придет ситуация Она просто рухнет Все то, что вы говорите людям Это все ложь А почему? Потому что на тот момент Это было выгодно Быть таким пророком Таких пророков было очень много И Почему? Потому что они шли в ногу Со временем Правильно? В Библии написано, что в последнее время Люди будут избирать себе учителей Которые будут Проповедовать А что там? А вине и секире То, что тебе нравится Люди выбирали таких пророков И там были еще женщины Вообще Этот бизнес был такой Хороший Ну в том плане, что Много людей Знаете, мы хотим Знать наше будущее Ты хочешь знать свое будущее? Вот кто ты по гороскопу? Ты прочитал? Ну ты водолей, да? Водолей Сегодня вас ждет встреча с раком Потому что рак любит воду И у вас там что-то должно получиться Да? Ты прочитал? Слушай, ну точно, мне надо встретиться Почему? Потому что я уже спланировал Потому что все У меня уже все предначертано Друзья, ну Бог только знает Дьявол, он лжец Но знаете что? Мы иногда свою жизнь таким образом формируем Потому что нам кто-то спророчествовал Лже-пророк Я верю, что есть истинные пророки Которые проповедуют И говорят слово от Господа Но большая часть Это лже-пророков В Библии написано В последнее время Подымутся лже-пророки В последнее время Почему? Потому что для них будет Почва Для них будет бизнес Ну вообще с кем работать Кто приходил к этим лже-пророкам? Гордые люди Гордые люди Люди хотели слышать пророчество Давайте откроем Языкиль 3 на 13 глава И было ко мне слово Господне Сын человеческий Из реки пророчества На пророков израилевых То есть пророков было очень много И получается Один Языкиль был в нормальном состоянии Тот человек, которого можно реально было слушать Он говорит Из реки пророчества На пророков На всех пророков Которые есть в Израиле То есть люди были погружены В эти вещи Почему? Потому что людям хотелось Знать будущее Так говорит Господь Бог Горе безумным пророкам Которые водятся своим духом Ничего не видели Пророки Твой Израиль Как лисицы На развалинах В другом переводе Есть написано что Как лисы Которые воруют Домашних птиц Ну такой вот перевод Домашних птиц Знаешь что для лисы важно? Что в курятнике Была какая-то вот Ну лазейка Она ищет место В Библии написано Чтоб мы не давали место дьяволу Эти пророки Были как лисицы На развалины Им вообще было интересно Чтоб город был развален Знаете когда Рушится город Да там ну Люди быстро убегают Там остается что-то Чем можно поживиться Да приходят туда вот Шакалы Лисы там и так далее Как бы И эти пророки Выглядели вот таким образом Им очень было важно Чтобы люди Были разорваны Чтобы для них Не было никогда Выхода Чтобы всегда Держать в определенной Зависимости От этих пророчеств Есть люди Просто которые Зависимы От пророчеств Чтобы им кто-то Что-то сказал Хорошее Лесное Ты понимаешь? А почему? Потому что это было выгодно Люди Несли что-то этим пророкам Несли Что эти пророки Делали? Они брали просто грязь И замазывали А знаешь что Иисус делает? Он хочет омыть тебя От грязи От греха Они эту стену Не укрепляли Стена это Прообраз защиты Да? В Библии написано Что мы становились в проломе Да? Если где пролом Мы должны заделывать Стену Укреплять Что мы как живые камни Устроять дом духовный Чтоб связка какая-то была Но в этих камнях В этой стене Не было никакой связки Там где нету Духа Святого Там нету свободы Там рабство И люди находили в рабстве Они просто находились В иллюзии Им казалось Что Ну эта стена Это то что их защитит Это закон То что их защитит То что пророки им пророчествуют Почему? Потому что Это люди Которые занимали Определенную Позицию Да? Это служителя Пусть постаря И так далее Но что интересно Эти люди все дальше Опускали все ниже И ниже Богу было это противно Смотрите написано Пророки твой Израиль Как лисицы на развалинах В проломы Не входят То есть у них Нету задачи Для того чтобы просто Защитить тебя В Библии написано Когда обличают меня праведник Это как драгоценный Или Который никогда не повредит Голове моей Но этим пророкам Вообще Не надо было Что-то заделывать Им было важно Чтобы эти люди Были постоянно разорванные У них Никогда не было выхода Они постоянно Нуждались Просто чтобы Кто-то обольстил Кто-то поддержал Кому-то выгодно Держать тебя слабым Как ты думаешь Кому? Писание говорит Пусть слабый скажет Я силен Блажен народ У которого Господь Есть Бог Эти люди Они не были блаженны Они были несчастны Написано Прокляту полагается на человека Все что им нужно Просто было пророчество От этих Лисиц Кого в Библии еще Лисица называют Ну Иисус говорит Скажи этой лисице Ну кому сказал Иисус Скажи этой лисице Что я делаю Ироду что он сказал Я изгоняю бесов Да Говорит Скажи этой лисице Что я изгоняю бесов Для чего Иисус пришел Для чего Иисус пришел Чтобы разрушить дела дьявола Что делает лисица Она ворует домашних птиц Ей важно развалины Там где она может чем-то поживиться Ей не интересно чтобы ты был крепок и силен Чтобы ты взыграл как телец в асанске упитанный Врагу очень важно держать тебя в слабости В состоянии нужды Просто чтобы ты всегда нуждался в нем В каком-то в обольщении Еще в чем-то В какой-то мнимой поддержке Смотрите В пролом они входят И не ограждают стеной дома И не ограждают стеной дома Ну все-таки стена то какая-то была Но эта стена просто была воображение людей Стены и защиты по крайней мере никакой не было Просто по-настоящему защиты никакой не было Это просто была иллюзия В пролом они входят Не ограждают стеной дома Израилева Чтобы твердо стоять в сражении в день Господа Они видят пустое Предвещают ложь Говорят Господь сказал А Господь не посылал их Обнадеживают Что слово сбудется Не пустое ли видение видели вы Не лживые ли предсказания Изрекаете Говоря Господь сказал А я не говорил Ты слышал таких пророков? Ты просто может даже не понял Он же тебе сказал Ты великий Ты могуч Ты гоняешь Кучу туч Ты будешь великим Великим Просто самым великим в этом городе Это Господь мне просто сейчас Вот просто Проговорил Он не говорит Что ты смирился под мою крепкую руку И перестал блудить Он говорит Что ты будешь великим и могущественным И ты проваливаешься просто Ты начинаешь буксовать А Бог говорит тебе по-настоящему Смирись Смирись И я вознесу тебя в свое время Лживый пророк говорит Все хорошо Все нормально Ты всех победишь Ты все сможешь Знаете У Павла была такая миссионерская поездка Бог его просто послал в один город Фиатиры Или Филиппы Ну короче Что-то на фе там Филиппы вроде Ну он приехал туда и проповедовал Там церковь небольшая Образовалась община Там Лидия Какая-то женщина покаялась Говорит Если ты Сочел меня верно Все Живи у меня Все хорошо И так далее И дьявол наблюдал за этими вещами Ему это очень сильно не понравилось И он так думал себе Чем же обольстить Павла На наркотики он не клюнет Да Наркотиков еще не было Женщины ему тоже не нужны Ну он же сказал что Будете иметь скорость по плоти Потому Женщины не нужны ему А церковь только-только Вот только-только открылась Да вот Ну как бы вроде все хорошо И какая-то вот женщина Рабыня молодая Симпатичная Она говорит Это рабы Бога Всевышнего И три дня она это говорила Три дня она шла за ними Говорила Павел шел Хотел проповедовать Просто она вперед него кричала Просто она помогала ему Евангелизировать Просто она Как ты думаешь Нравилось это Павлу Нравилось это Богу Знаешь дьявол Как ты думаешь дьявол Может говорить истину Но она же истину говорила Это же на самом деле Были сыны Бога Всевышнего Которые пришли Возвестить спасение Где тут ложь Лжи нигде не было Но эта женщина была Прорицатель Которая приносила Большой доход Своим Господам У нее были господа У нее были господа К ней приходили люди Которые просто хотели Узнать будущее У нее была огромная сила Как она могла узнать Ей никто не говорил Что это сыны Бога Всевышнего Это дьявол ей сказал И она прорицала И Павел Раскусил эти вещи Три дня он просто слушал Что она говорит И только на третий день Что он сказал Он же сказал Уйди отсюда Как бы пастор сделал нормальный Да? Эту женщину ко мне Она будет моим личным молитвенником Да? Ну так или нет? Прикинь Она поняла Кто? Никто не понимает Что я Помазанник Божий Что я призванный Никто ж вообще ну не это Эта женщина Единственная поняла Такую надо поближе к себе Или нет? У многих пасторов В команде Такие люди Ну потому что они говорят правду Павел Раскусил эти вещи Ему было неприятно Каждый день Она говорила ему Говорила 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 Ему все было тошно Тошно Ему противно это то что она говорила Потому что Бог говорит Я славы свои не отдам никому И Павел не хотел это слышать Он не хотел это слышать И потом он обратился к духу и запретил Знаете что интересно Что до этого Когда она просто три дня кричала Что это сыны Бога Всевышнего Никто из ее там этих господ Не дернулся Всем нравилось то что она говорит Ну все вроде были согласны с этим Никого ничего не беспокоило Но только когда Павел повернулся к ней Запретил этому духу Знаете что это за дух? Это дух питона Дух питона Знаешь как питон вообще убивает? Он может с такими губами быть С такими грудями быть Он по разному вообще выглядит Знаешь в чем его сила? Он не отравит тебя сразу Он не разорвет тебя как лев Он обовьет тебя кольцо за кольцом При каждом вздохе Ты будешь выпускать воздух И следующий глоток воздуха Тебе будет намного сложнее и сложнее Люди в служении иногда задыхаются Когда с ними питоны Они обвиваются Потихонечку Три дня Но Павел сразу вдарил в голову Он повернулся Он не просто сказал Пошла вон отсюда Он запретил духу И что? Она потеряла силу То есть сила на ней какая-то была Колдовская Она потеряла силу И что интересно Это побудило весь город Возненавидеть Павла До этого вроде люди Как-то вот Ну нормально вроде Ну не трогает там вот церкви Ну есть церковь Да и хорошо пусть Но когда ты наступаешь на дьявола Это кому-то не нравится Ты можешь проповедовать Ты можешь петь Но когда ты противостанешь Духу бесовскому Иисус пришел Чтобы разрушить дела дьявола Весь город поднялся против Павла И повлекли его там куда-то бить За что? Просто потому что Какая-то одна женщина рабыня Просто он ее освободил Можно сказать Он послужил ей Освободил ее Она потеряла доход Потому что приносила большой доход Своим господам То есть У нее были люди У которых она была в рабстве И она зарабатывала деньги То что весь город просто приходил к ней И спрашивал Как у меня сегодня день пройдет? Она говорила Вот так и так вот Сегодня вот Ты кто по гороскопу? Дракон? Все Если ты дракон Значит тебе нужно Сегодня познакомиться с весами Потому что Водолей С драконом Ну Как бы Вот я смотрю Как-то не сходится Все Пошел Все получилось Это начало Когда мы читаем гороскопы Мы читаем гороскопы Вроде так все нормально Как бы все сходится Да? И начинаешь глубже углубляться Туда Там где глубина сатанинская Дьявол Привлекает Помните Как блудница Садится На водах многих И написано В глубине В преисподней Зазванной ею Эта женщина Она просто Расставляла сеть Дьявол ее Максимально использовал Скажи просто истину Просто говори Что ты будешь ему Союзником Что ты поможешь ему В служении Друзья Мы же должны Отличать вообще Какой дух с нами говорит И кто с нами говорит Когда на Иисус сказал Петру Отойди от меня Сатана Он же не Петру сказал А тот дух Который за Петром стоял Иезекиили открыли, да? То есть в то время В Израиле было много пророков Которые Ну просто пророкам Это было выгодно быть Истинным пророкам Было невыгодно Потому что их били Они были вообще одиноки Очень часто изгнаны Но лживых пророков Любили потому что Они Чесали за ушами Ну так приятно слушать Таких людей Истинных пророков Неприятно слушать Потому что они делают больно Потому что они указывают На твои немощи Тебе надо где-то меняться Тебе надо что-то оставлять Но лживые пророки Они Обольщают Они мягко чешут Чуть-чуть Смотрите Там еще были женщины Да вообще такой бизнес был Женщины Женщины пошли дальше У них колдовские мешочки были Подмышки Я не знаю там Я читал Хотел прочитать Что в мешочках было Мне так интересно было Ну пишут люди разные вещи Говорят Подмышки вешали там Какой-то уголь активирован Чтоб не воняло там Ну это люди шутят просто Кто-то из племен там Вешали кости умерших Чтоб души мертвых прилептали Ну там души живые прилетали Говорят Где-то так делали Но что-то они туда все-таки Вшивали в эти колдовские мешочки Написано Чтобы уловлять души народа моего Делали перевязи на локтях Здесь вот Подмышки что-то там Какие-то мешочки Веревочки Выглядело все очень духовно Для того чтобы Люди видели Что эти женщины имеют власть И они еще шили определенные Такие вот ну Уборы Наподобие талита Как священники одеваются Ну только этот Этот чехол Написано что Вышивали разного размера То есть Обязательно чтобы он был до пола Ну максимально вот так вот Вот ты когда приходишь к ней на прием К пророчице Она тебе чехол вот так раз До пола И все Но этот чехол знаешь откуда она снимает Этот чехол сначала стоит на каком-то терофиме Там какой-то идол Который он набирает оттуда силу Потом она его на себя одевает Потом на человека Ну такая вот Ситуация Знаете что интересно что дьявол он многие вещи просто копирует Моисей тоже покрывал да на себя что-то там покрывало чтобы Сыны Израилева не видели славу проходящую Но здесь в этой ситуации Эти женщины пророчицы Как их называли да Они обольщали народ Написано ну не просто так Ну недорого за там горсть ячменя написано Совсем недорого Вот смотрите Так же сын человеческий Обрати лицо Чере народа Твоего Пророчествующим Женщины пророчествующие Женщины пророчествующие То есть Женщины которые скажут тебе твое будущее Что у тебя будет Ты хочешь свою жизнь пророчеством? Чего? Когда женщина тебе что-то скажет Обрати лицо Чере народа Пророчествующим От собственного своего сердца Мне хочется слышать Пророчество Не от сердца пророка А которое приходит с неба Но эти женщины пророчествовали От собственного своего сердца Что они могли пророчествовать? Это было выгодно Ты знаешь что через молитву можно контролировать человека? Ты молишься так чтобы человек тебя слышал Вот у тебя есть определенная нужда К примеру Господи я вот мечтаю о таком платье Я так вот молюсь как бы Господи Может ты мне ответишь на эту молитву? Я знаю что ты все можешь Мы можем контролировать И это называется колдовство Ну оно же так вроде как бы безобидно Ну так вот Ага и скажи Так говорит Господь Бог Горе сшивающим чародейные мешочки Подмышки Делающие покрывало Для головы Всякого рода Чтобы уловлять души В чем задача этих пророчеств была? Чтобы уловить душу За твоей душой идет охота Ты рекламу просто смотришь Ты можешь брать те вещи которые просто тебе не надо Есть те вещи которые тебя просто пленяют Писание говорит я избавлю тебя От сети ловца И от гибельной язвы Когда ты уловлен через колдовство Через чародейство Ты чувствуешь себя просто слабым Разворванным И просто всегда нуждающимся Ты становишься в зависимости от этого человека В библии написано Проклят кто полагается на человека И человека делают опорой Если ты просто свою опору делаешь на человеке Чтобы человек тебе что-то сделал Что-то сказал в твою жизнь В каком-то смысле ты ставишь себя под проклятие Все что тебе нужно тебе нужно слово от Бога Написано блажен народ у которого Господь есть Бог Там где Дух Святой там свобода Что эти женщины делали Ловили души Скажи ловили Ловили уловляли Специальные были пошиты вот эти вот покрывала Мешочки чтобы людей просто впечатлить Они на самом деле имели определенную силу И души были уловлены И они постоянно прилетали Что это такое Это когда ты делаешь Ну не то что ты хочешь Ну ты не хочешь этого делать Но ты вот делаешь это Ну а потому что кто-то сейчас о тебе говорит что-то Ты так плохо себя чувствуешь Ты не знаешь что происходит в твоей жизни Ты не понимаешь что тебя давит вообще Какие-то сети плетутся Ты даже не чувствуешь этого Но что-то Ты даже чувствуешь это на физическом уровне Что происходит Это колдовство Это колдовство Когда тебя вяжет просто Путы на твоих этих Помните когда Давид вышел сражаться с этим с Голиафом Это же не просто была война Это не просто было сражение Это была война богов Помните что вышел когда этот Голиаф Написано что он проклял Давида своими богами Какими богами Ну какие-то там боги были Догоны там кто-то Мастарты я не знаю Что он там говорил Ну что-то он говорил Написано глупый уязвляет хуже чем мечом Почему ну на Давида эти вещи как-то не подействовали Но все остальные люди Вся армия там да Саул они были в страхе Голиаф выходил 40 дней Что он делал Поносил Поносил Он был колдун В каком смысле Он проклинал Знаешь когда человек проклинает Если он тебе говорит что-то в лицо Ты чувствуешь что-то просто да От слов люди просто там у них там сердечный приступ И еще что-то да Ты чувствуешь это даже на физическом уровне Что тебя что-то давит И люди находились под таким демоническим давлением Что они не просто как бы Они видели этого Голиафа Они видели ну что они в поражении в страхе Они просто прятались Они в ужасе были А Бог говорит я не дал тебе дух страха А кто этот страх дал Почему Давид такой был сумасшедший Он не боялся Что у Давида было такое У него свобода была Он не слушал 40 дней Если ты будешь 40 дней слушать то что тебе говорит дьявол То что тебе говорит какой-то колдун Он пророк нечестивый Знаешь для чего он тебе говорит Чтобы взять на тобой силу Люди уже были поражены Почему Потому что в страхе были А в страхе что есть Мучения Страх перед людьми Он ставит сеть Что делал Голиаф Словами Он запугивал Но он и так был страшный Три метра высотой Да там что там у него Как навоют кача там Короче Он и так был страшный И что он говорит Пусть выйдет кто-то И мы сегодня Посрамим Войско израильское Что он говорил Он утверждал Говорит мы сегодня посрамим Что делают колдуны Да я сделаю тебе Вот это вот это вот это Вот это вот это Вот это с тобой будет Он проклинал Давида И что он говорит Я сегодня Он утверждал Я сегодня Говорит посрамлю тебя Я отдам твое тело Кому? Птицам там этим Зверям полевым И так далее Когда вышел Давид Как ты думаешь Он проклинал его обратно? Он сказал ему Да будь ты проклят Во имя Господа Нет? Не сказал? А что? Так многие верующие Так молятся Ты знаешь что многие верующие Так молятся? Знаете я читал Короче про Как христиане Боролись с колдовством Ну На Руси особенно Там вот Славяне Особенно Вот первые вот как бы Как они боролись Если какой-то колдун Там что-то вот Ну вот он чудил да Он имел огромную силу И церковь Начинала объявлять ему войну Просто да вот ну как бы И простые средства не помогали Ну вот не помогали Не помогали простые средства Да вот ну как бы вот Молитва все Что они делали как бы это Крапива Что там Полынь Что там насчет Что там помогает Чеснок Осиновый кол Ну все вот эти моменты Ты знаешь что Ну Зачем тебе Осиновый кол Ты читал в Библии об этом Про чеснок Ну у всех вот здесь вот Подсознание Что верующие могут Победить Вурдалаков И демонов Просто осиновый кол И чеснок Или нет Ты знаешь что чеснок не помогает Ты можешь изгнать и прогнать От себя ближнего твоего Ну точно не демонов И осиновый кол я не знаю Еще когда хоронили какого-то колдуна Который очень чудил И церковь не могла ему ничего сделать Знаете что они делали Они вбивали кол осиновый ему в это Или в зад Просто чтобы он не встал И не обижал этих людей Представь как церковь была невежественна Бог говорит я даю тебе силу Наступайте змея скорпиона Друзья Если б Если б что-то важно было С осиновым колом И с чесноком Иисус бы точно это рассказал бы Ученикам своим Говорит ребята Я даю вам власть И выдал бы каждому По колу Короче Встретите какого-нибудь вампира Просто ему там Чеснока там Ему там напихаете И все И всех вы победите Короче Да не говорил он этого И нет этого в Библии Это люди придумали И когда Почему церковь Начала использовать Траву Эту Я забыл Я помню что вот Крапива там Полынь Нормальная трава Крапива тоже хорошая Церковь начала использовать Те же самые зелья То что использовали Колдуны Почему Потому что в этом была сила Понимаешь А кто это делал Это люди слабые У которых не хватало веры Они думают Ну слушай Ну это же работало на той стороне Теперь мы сейчас против Тети Глаши Короче включим То же самое Она нам так И мы и так Мы же верующие Только во имя Иисуса Христа Все Полынь И чеснок И кол И все И баба Катя загнулась Все мы победили колдовство Да не так не побеждает колдовство Друзья Колдовство Знаете что дьявол хочет Ему хочется внедриться в церковь И когда Почему так сильно был расстроен Когда Павел Запретил этому духу Да потому что Этот проход Ну просто не получился И потому вообще Ну дьявол был обломлен Его просто обломали Но когда церковь не сильна Не в духе святом Она пропускает этих питонов И они пролезают в церковь И становятся Они желают быть Возле служителей Возле пасторов Они могут даже быть Как мягко сказать Спать с тобой в одной постели Могут быть Эти питоны Знал это? Могут обвить тебя Ночью И ты просыпаешься И понимаешь Что без этого питона Ты не способен жить Тебе нужно определенное пророчество От этого питона Чтобы этот питон Что-то сказал тебе Знаете что Бог говорит Я вырву чародейные мешочки Из подмышек ваших Что там в этих мешочках было Я так и не нашел в интернете Хотел найти Что там они зашивали Я не знаю Траву может какую-то Что они там шили Ну что-то зашивали Как эти души прилетали Непонятно Но они уловляли души И эти люди просто приходили К этим пророчествам Они просто в зависимости были Знаете вот как вот Есть очень много колдовства в церквях просто Много молитв колдовских Когда ты молишься колдовскими молитвами Просто из-за своей злобы Когда ты молишься в колдовстве Когда ты в бунте Люди которые в бунте Они не могут молиться в Духе Святом Они молятся в колдовстве Они молятся на разрушение чего-то Ну не дел дьявол Они молятся против человека Если в твоем сердце Есть какая-то ненависть к человеку Ты не можешь молиться за него правильно Знаете помните когда ученики Хотели город Вспалить потому что Евангелизация не зашла там Иисус говорит Не знаете какого вы духа А какого не духа Если не с Иисусом Христом Ты же все время на проповеди Ты же как бы этого Дерека Принца наизусть знаешь Какого же ты духа можешь быть Хорошего штока правильно Тем более как бы Муж у тебя верующий Дьявол активизируется Знаете где Где Дух Святой Где сила Божья высвобождается Он пытается это сразу купировать И скажи так говорит Господь Горе Горе сшивающим Чародейные мешочки Подмышки делающие Покрывало для головы Всякого рода Роста Чтобы уловлять души Неужели уловляя души Народом моего Вы спасете ваши души И бесславите меня Перед народом моим За горсть ячменя За кусок хлеба Умершляйте души Которые не должны умершлять И оставляйте в живых Души Которые не должны жить Обманывайте народ Которые слушают ложь Какая защита у тебя есть Против колдовства Религиозного допустим Это истина Бог говорит познайте истину И истина сделает тебя свободным Ты никогда не пойдешь К такой чародейке Ты почувствуешь Тот человек Который хвалит тебя С раннего утра В Библии написано Он растилает сеть Павел он раскусил вообще Эту похвальбу Это истина Сусть этой женщины Это звучит Это как колдовство Это как сеть для него было Понимаешь? Дела плоти известны Они суть прелюбодеяния Блуд нечистота Непотребство Идолов служения Волшебство Галатам Пятая глава Семнадцатого стиха Пятая глава Пятая глава Поступающий Так царство Божье Не наследует Плод же духа Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание На таковых нет закона Но те Которые Христовы Распяли плоть Со страстями И похотями Если же вы живете духом То по духу и поступать должны Друзья Очень важно вообще В каком мы духе молимся Мы можем молиться В неправильном духе Можем проповедовать В неправильном духе Мы можем говорить истину В неправильном духе Понимаете? Очень важно Если в нашей жизни Что там? Споры Разногласия Помните Там Павел вроде сказал Говорит Если среди вас споры Разногласия То не плотские ли вы? Это же он говорил христианам А дела плоти Они известны Когда ты плотской Большая вероятность Что враг Может тебя использовать Почему? Потому что ты обижен Если ты обижен Значит ты что? Ты в бунте Если ты в бунте Это уже колдовство Непослушание Такой же грех Как колдовство Но когда ты в духе Ты смиряешься Тебе легко Богу легко тебя вести Тут состоялся разговор У Саула С Самуилом И Когда Саул Просто взял там Все Все что он там мог взять Да то что нельзя Было брать То что нужно было Спалить Сжечь Как бы и так далее То есть он не послушался То что Бог сказал И Самуил ему говорит Смотрите Первое царство 22 стих 15 глава И отвечал Неужели все сожжения Жертвы Столько же приятны Господу Как послушание Знаете мы можем служить Богу Мы можем Петь Мы можем проповедовать Можем В молитвенном служении Еще где-то Мы можем много дел делать Для Бога Все сожжения А Бог говорит И отвечал Неужели все сожжения И жертвы Столько же приятны Господу Как послушание Богу важнее Твое послушание И дальше там написано Что не послушание Такой же грех Ибо не послушание Есть такой же грех Как волшебство Скажи волшебство Ты думал так Я вообще так не думал Ну не слушаешься И все Ибо непокорность Есть такой же грех Как волшебство Противление То же что Идолопоклонство За то что ты Отверг Слово Господа Он отверг тебя Чтобы ты не был царем Друзья Бог нас называет Царями и священниками Но Он не хочет Чтобы цари были колдунами Ему нужны цари Которые будут слушать Его Которые исполняют Его волю Помните когда Давид Почему на него Ну не повлияло вообще То поношение Которое шло от колдуна Да потому что он Смиренный был По-человечески По плоти Если смотреть Ну тут как бы Ну невозможно вообще Против Голиафа идти Но Давид говорит Я иду против тебя Во имя Господа Саваофа Я говорит Иду против тебя Во имя Господа Саваофа Почему У него была смерть Из дерзновения Что делал Саул в это время Ну он думает Ну как бы Ну никто же не хочет Все же нормальные А Писание говорит Будьте безумны Ради Христа Вы еще не до крови Сражались против греха Знаешь за что Давид стал Говорит Кто так поносит войско израильское Он намного сильнее Был каждого воина Знаешь почему Потому что на него Дух Божий был Может он физически был Меньше всех Да Он был белокур и красив И когда он шел против Голиафа Говорит Что ты на меня идешь Ну с палкой Как на собаку А почему Потому что Давид привык С палкой ходить Ну потому что он там это Волки это Там раз по башке дал короче Убежал Он привык так как бы Так сражаться Да у него там праща была Там Люди Военные люди Смотрели на него И просто думали Ну это просто Камикадзе Это все Смысл вообще Не хочет щит брать Нет Ничего не хочет брать Короче Просто вот ну как Пушечное мясо Ну никто не хочет Ладно А знаешь почему никто не хотел Ну потому что они уже Сорок дней наслушались Давид же не слушал Он только услышал Сразу противостал Когда враг приходит как река Дуновение Господа Ты должен сразу противостать Братья смеялись над ним Да там Да что ты пришел там это Овец оставил там Тут посмеяться пришел как бы А он говорит Да ладно ладно Говорит Что будет за это Если я вот сейчас вот его это Знаешь он был сконцентрирован на цели Твоя цель поразить врага Ты слышишь меня Тот голос То поношение Враг пришел чтобы Поносить тебя Что он делал Поносил Он колдовал Он запугал У колдуна есть одна задача Чтобы держать тебя в страхе Никогда он не даст тебе сил Он возьмет силу над тобою Но никогда не даст тебе сил Ты всегда будешь в зависимости От такого человека И потому Бог ненавидит Колдовство Ворожество и так далее Церковь должна быть сильна Духом Святым Давид шел просто в Духе Святом И просто там Эти гладкие камни Взял с ручья И Бах И попал куда надо Знаешь как атмосфера поменялась Если такие люди Поднимаются как Давид Когда церковь Когда церковь просто под колдовством Просто один молитвенник Такой правильный Поднимается в Духе Святом Ну ни вида ни величия Ну просто он Молитвы свои просто Куда надо Просто попадают У него нету Таких ресурсов Как у тебя Как бы Но у него есть правильный дух Понимаешь Он берет гладкие камни И просто гасит галиафа Твои галиафы они вокруг Они везде Ты слышишь меня Наша брань не против плоти и крови Потому Давид сказал Я иду во имя Господа Саофа Я не иду против тебя просто физически Он галиафа даже руками не трогал Ты слышишь меня Он не боролся с ним Он там ну Это бесполезно Наша брань не против плоти Но против Духа У нас галиафов очень много Это твои страхи Это твоя зарплата Может быть твоим галиафом Это что угодно Твоя жена может быть твоим галиафом Непобедимым Или муж Это твои родственники Это твои тети, дяди Это что угодно Это просто вот ну Политическая вот Что в стране происходит Это твой галиаф Который тебя просто уничтожает Ты наслушался новостей И просто сидишь там под холодильником Под телевизором И гречкой заготавливаешься Почему? Потому что галиаф тебе уже все рассказал Короче как ты должен жить И вообще кто ты А Бог говорит противостань Праведник он смел как лев Я не дал тебе дух страха Почему эти воины Которые должны сражаться Они же умели сражаться Ты знаешь что они умели сражаться И они убили ни одного человека Они сражались очень серьезно Но почему то из них никто Потому что галиаф уже всех их об поносил Просто он взял Поносит Поносит И все У них просто сил не было А силы где? Внутри Внутри не было Просто у них духа не было Ну взяли толпой Просто поднялись там человек десять И просто со всех сторон Накинулись на этого галиафа Как бы И порешали бы его Ну никто не мог выйти Саул красивый Высокий короче Не мог противостать ему Да не потому что он был три метра А потому что страх А Бог говорит я не дал тебе дух страха Праведник он смел как лев Как лев Когда ты под колдовством Ты не смел Ты труслив Лев на площадях Лев на улице Да там убьют меня Там дверь воручается на крючах Да так и ленивые на постели своей Когда ты под колдовством Ты всегда в немощи Ты всегда больной Ты все Тебе что-то мешает Ты постоянно вот знаешь Как ты в горку едешь На это На лысой резине короче И лед да Вроде у тебя полноприводный там Ну шипованная А ты раз И никуда не едешь Ты постоянно буксуешь В служении буксуешь В отношении с людьми Буксуешь Короче все у тебя как бы Где-то вот ну валится Почему Потому что под колдовством Потому что в обиде Потому что в страхах Бог говорит не уклоняйтесь От просты во Христе И тогда вы поднимите крылья Как орлы Над обстоятельствами И говорит И твои межи Они пройдут по прекрасным местам Почему нету прекрасных мест Потому что все во тьме Все в колдовстве Колдовство оно во тьме Ну что-то там Кто-то варит что-то Да там Чтоб кости твои сокрушить Где-то котел на кухне поставил Да как бы И про тебя там что-то там Вот ну вот он такой сякой Все Ну да у него ничего получится Он рухнет все Ну все У него все заболели Ему недолго осталось Как бы вот Кто-то варит твои кости Все что тебе нужно В молитве Опрокинуть все эти колдовские котлы Потому что ни одно оружие Писание написано Сделанное против тебя Оно не будет иметь успеха И всякий язык Состизуешься Состизуешься Это тот который борется с тобой Кто обвинит В Библии написано Ты обвинишь Ибо таково наследие рабов божьих Ты должен обвинить Опрокинуть все колдовские котлы Все нечестие Иисус пришел чтобы разрушить Вырвать все чародейные мешочки Разрушить дела дьявола Самое главное Чтоб ты сам не находился Под колдовством Самое главное Чтоб это не было твоей силой Знаете у многих женщин Сила это колдовство А что такое колдовство Это обман Ну прикинь ты выглядишь так Выглядишь так А на самом деле нет Понимаешь Вот мы на дискотеку Когда подростками были Да Там же везде темно И там все красивые И как бы Пойдем выйдем на улицу Там покурить Ну просто типа как Ну А на самом деле Ты просто смотришь Как человек выглядит Ну это еще полбеды Ты же не видишь всю внутренность Дьявол он работает во тьме А мы же дети света В Библии написано Только во свете Я что Я вижу Дьявол хочет Чтобы ты не видел Ты должен видеть Бога творящего И сатану падшего А дьявол нарисует тебе Такую картину Что Ты вообще ничего не можешь Ни в семье Ни на работе Ни со здоровьем Вообще ничего У тебя просто в принципе Жить не для чего У тебя вообще выхода нету Все что тебе нужно У тебя единственная перспектива Просто зарыться куда-то в пещеру И просто Чтобы кто-то привалил С другой стороны камень И все И ты там спрятался И все Многие люди так живут Написано Обидишься брат Как засовы замка Люди сами себя запирают В обидах И что они там делают Когда человек обижен Вот что он там делает Он духовно растет Прогрессирует Что он там делает В молитве он как бы Ну как бы Ну что Что он там делает Какая Когда ты в обиде Как твоя молитва Вообще выглядит Ты становишься колдуном Таким отшельником Там травки всякие там Ну и начинаешь там что-то варить Кто меня обидел И тут травки туда кидаешь там Ну и смотришь Как бы что там Да или нет Да конечно да Ты даже не можешь спать спокойно Ты телек смотришь короче А думаешь Кто ж меня обидел Что ж ему сделать Знаешь что многие вот колдуны Они же обиженные И для колдунов очень важна сила Они готовы платить огромную цену Верующие не платят такую цену Знаешь что они делают Они очень много постятся Они очень много молятся Они приносят определенные жертвы Отрезают себе мизинцы Там на ногах На руках Приносят жертву бесам Для чего Скажи для чего Вот как ты думаешь Для чего Чтобы иметь силу А Бог говорит смирись под мою крепкую руку Я вознесу тебя в свое время Помните как этот волх Как его там Варисус Или как его там звали там Он делал там многие волхвования Там все там И все люди вообще такой Интересный Молодец такой Чудотворец И когда пришел там Кто там Тимофей или кто там пришел И они там запретил И все как бы Ничего происходить не стало И когда Ученики начали Возлагать руки на людей Дух Святой начал сходить И он подошел к ним Говорит Слушайте Это сила мне нужна Говорит Давайте вам там денег Знаете что он Ревновал о силе Любым путем короче Он говорит Ты там что там Сын дьявола Или что-то там Плохое ему сказал Говорит Не будет тебе никакой части Он говорит Ну пожалуйста Помолите за меня Что бы мне сказали Что бы со мной этого ничего не случилось Говорит Ты просто хотел дар Божий за деньги Колдуны ничего так просто не делают Хотя бы горд сечь меня Чуть-чуть Но для того Чтобы уловить душу А Иисус пришел Для того Чтобы освободить Чтобы выпустить измученных На свободу И потому Бог говорит Стои в свободе И не подвергайся Никакому игуравству Когда ты общаешься с человеком Ты чувствуешь такое Максимальное угнетение Контроль Просто не важно Кто этот человек Но ты просто чувствуешь угнетение И ты постоянно этому человеку Что-то должен Ты уже все сделал Как надо Но ты все равно должен Ты не угодил маме Ну вот и никогда не угодишь Что бы ты ни делал Ты находишься под колдовством И в твоей жизни Происходит только то Что говорит Мама Ну не обязательно Что мама Просто тот человек У которого ты находишься Под колдовством А Бог говорит Я вырву эти колдовские мешочки Я хочу выпустить мой народ Вы обманываете его? Люди боялись Этих Женщин Но с другой стороны И любили Знаешь Бывает такое Что ты вроде И боишься Обидеть И вроде и любишь И ты не поймешь Что с твоими чувствами Просто твоя душа Настолько терзается А Бог говорит Поступайте по духу И не будете исполнять Вожделение плоти Ты почему плотской Душевной Почему? Ты пытаешься угодить всем А ты не можешь угодить всем Поступай по духу Запрети этому питону Ты слышишь меня? Чтобы он не обвил Вокруг твоей шеи И не задушил Твое призвание Друзья Церковь должна быть сильна Грозна Как полки со знаменами Если в церкви колдовство Она слабая Если в церкви действует колдовство Это ослабляет церковь Если в церкви действует Дух Святой Там свобода Там все свободны Там все радостны Там никто ни от чего Никого не требует Никто никому ничего не должен Кроме взаимной любви Никаких претензий Понимаешь? Поэтому стой в свободе Ходи в свободе Которую подарил тебе Христос Аминь Давайте помолимся Отец Мы нуждаемся в тебе Иисус Мы поклоняемся тебе Мы молим о том Чтобы Господи твое слово Оно проникало До разделения духов Состав и мозгов Пусть оно судит Намерение сердечное Божие Пусть всякая тьма Вся ложь Она будет разрушена В нашей жизни И остановлена Боже Во имя Иисуса Во имя Иисуса Пусть все маски будут сняты Отец мой Я молю тебя Дай нам быть простыми Как голуби И мудрыми Как змеи Во имя Иисуса Потому что там где твой дух Там свобода Мы нуждаемся Дай нам ходить в свободе Которую ты нам подарил Боже Благодарим тебя Иисус Слава тебе Отец Сын И Дух Святой Аминь 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 Аминь